Добрый вечер, в эфире Киевские радары. Я Максим Полей. Самое время разбираться, что творится в городе. Весь вечерний час пик неуклонно наступает на столицу. Ну, пожалуй, мы начнем с того, с чего остановились. Мы фактически в режиме онлайн наблюдали с вами за пожаром, который произошел на Печерске. Недалеко от Ботсада Гришко горел частный дом по улице Мичурина 7. На счастье, никто не пострадал, но на месте работали три машины спецтехники, 23 спасателей и бригада скорой помощи. Для того, чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось вскрывать даже крышу. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, еще это будет устанавливать следствие. Ну, а теперь вернемся к событиям современным, текущего часа. Давайте вместе с вами смотреть, что происходит в городе. Мы начнем, пожалуй, с самого центра, с Крещатика. Крещатик начинает постепенно загружаться в сторону Европейской площади, хотя в обратном направлении фактически свободно. И, наверное, у нас есть возможность посмотреть, что творится на Крещатике перед Европейкой. Улица Грушевского, кстати, перед Европейской площадью более-менее свободна, как и свободен Владимирский спуск, но Крещатик уже медленно, но верно собирает свои отряды. Далее парковая дорога у нас фактически стояла, но ровно в 5 часов, как, в общем-то, и каждый день здесь происходят метаморфозы. Улица Парковая дорога и Днепровский спуск становятся односторонними, в данном случае в сторону моста метро и в сторону станции метро Днепр. Давайте посмотрим, как двигается, абсолютно свободно двигается Днепровский спуск. Но будьте осторожны, там недавно остановился автомобиль, который не успел проехать наверх в сторону Крещатика. Так что разгоняться по этой достаточно скользкой брусчатке не рекомендуется. Ну и дальше в центре у нас была авария в районе улицы Обсерваторной по улице Сечевых Стрельцов. Там работает наш корреспондент Сергей Адаренко. Сергей, насколько нам известно, там была серьезная пробка, но по последним данным ты ее разогнал. Надеюсь, что и с аварией уже разобрались. Расскажи нам подробности. Так, витаю Максима. У нас сейчас ситуация уже значительно покращилась. Еще буквально 10 минут, возможно 15, тому на этом месте еще стояли автомобили, а за ними стояло аж 6 троллейбусов, номера 6, 16 и 18. Як бачите, аварію уже прибрали, буквально сразу разъехалися троллейбуси, але все ж таки затори вже тут починають на Сечевих Стрельців формуватися нові. Тож зараз і маршрути вже почали рухатися громадсько транспорт, але вони користують містом не за графиком. Тож зважайте на цю информацию. Ну а ця аварія була за декілька метрів від пішоходного переходу, тож вона була не така вже й серйозна, але знову ж таки все обійшлося, що називається, могли бути все набагато гірше. Тож ситуація на вулиці Сечевих Стрельців, зрештою, уже з трафиком погіршується у напрямку, принаймні, Лук'янівки. Ну а в протилежний бік центру машини курсують абсолютно вільно. На цьому це все. Максима, тобі слово. Дякую, Сергей. Ще одна аварія недавно случилась на перекрестці ул. Ленетелиги і ул. Ольжича. Із-за цього прообразовалась пробка со сторони Шулявського моста. Она починається, і ми можемо з вами посмотрить, що твориться на ул. Довженка на перекрестці с ул. Гонты, там, де она переходит вже в ул. Ленетелиги. І ще одна камера у нас знаходиться чуть далі, в районі станції метро Дорогожичі, по самій ул. Ленетелиги, якраз перед Ольжичем. І можна по ней, по правому його углу судить, какая скорость в сторону станції метро Почайна. Пожалуй, на этом пока все. Наше время исчерпано. Но я лишь напоминаю, що кроме нас работають наші колеги на радио Київ 98FM. В програмі «Київ. Трафік» всегда самая актуальна інформація. Да пребудет з нами Київ. Счастливо!